Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Моисей, и это канал Моисей Гейминг. Тут я хочу играть в игрушки, как-то отдыхать после работы, делиться этим с вами. И надеюсь, кому-то понравится. В общем, всё мы это делаем для того, чтобы просто почилить. Почилить дома после работки, позалипать в ютубчик, и всё. Сегодня я хочу начать с игры Outlast. Outlast 1. У меня тут есть продолжить. Признаюсь, немножко попробовал что-то такое. Не проходил до этого. Немножко поиграл, буквально там 3 минуты. И игра понравилась. Так, начинаем новую игру. Выбираем сложность. Нормальная, высокая, кошмарная, псих. Псих кошмарный, это стопудово не для меня. Нормальная, высокая. Блин, как будто хочется нормальная взять, но я так понимаю, что это прям лёгкий. Высокая. Ну, как будто нормальная должна быть. В игре Outlast встречаются сцены насилия, кровь и сексуальные сцены, а также нецензурная лексика. Наслаждайтесь. Главный герой, репортер Майлз Апшер. Не боится расследовать самые мрачные секреты и отваживается. Пробираться туда, куда не рискнёт сунуться ни один репортер. Одно из таких мест, психиатрическую лечебницу Маунт Мессив, можно смело назвать адом на земле. Его главная задача докопаться до правды и остаться в живых. Он не боец, да, и сражаться с ужасными Маунт Мессив невозможно. С ужасами, извиняюсь. Сражаться с ужасами Маунт Мессив невозможно. Так что остаётся только бежать, прятаться или погибнуть. О'кей, окей. Что ж, начнём. Начнём, посмотрим. Эту сцену я уже видел, признаюсь. Тут мы едем настраивать параметры чувствительности взгляда. Наверное. И громкость, наверное, мы чуть-чуть, чуточку сменим. Сменим. Вернуться к игре. Так, отлично. А также рекомендовал фермерными животными на выходных посетить семена. Кроме того, если сегодня вечером вы соберётесь прогуляться, то сможете наблюдать вертолёты, низко летающие где-то там, где я не успел прочитать. Да, что ж. Моё нежелание читать в детстве книги... Наверное, в играх будет... чем-то... чем-то удручающим, потому что читаю я действительно медленно... мемеля, мемеля, мемеля... Читаю её медленно, слабо... Да. Из меня всё вышла небольшая заминочка. Всё, всё решилось, всё исправилось. Подолжаем. 17 сентября 2013 года. Кому... Этой штуке какой-то, походу. Совет... Незаконная деятельность в психиатрическом исследовании... Мерков. Мы незнакомы, но я ваш давний поклонник. Постараюсь сильно не затягивать. Они могут следить, я две недели проводил консультации о программном обеспечении в психиатрическом исследовании... Следовательно... Ооо, тяжело. Меня заставили подписать кучу договоров о неразглашении, и сейчас я грубо нарушаю. Ну и хрен с ним. Здесь творится что-то ужасное. Я не понимаю. Не верю и в половину увиденного. Местные доктора говорят, что терапия зашла слишком далеко. Говорят, они нашли то, что дожидалось их в недрах горы. Судельцы клиники Мерков зарабатывают на людских страданиях. Люди должны об этом узнать. Окей. Так как мы репортеры, мы им обязаны это показать. Не ставим камеру. Камеру проверяем. Так, это у нас журналист. О, ночное видение. Отлично. Поехали. Молния сияет. Замок Графа Дракулы какой-то. Список задач обновлен в вашем блокноте. Клавиша TAB. Содержанием заметки N. И собранные документы. Заметки. Ага. Документы. Информатор. Понял. 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 Так, тут по-моему что-то было. А может и нет. Звуки весьма приятные, поэтому... Немножечко очкую. Так, я тут немножко знаю, чтобы... Открыть дверь, нажмите левая кнопка. Так, я тут помню, что нам надо было туда идти. Чтобы поднять камеру, нажмите... Ага. Хорошо, что надо делать. Удерживайте. Чтобы пригнуться, удерживайте левый контрол. Так, и насколько я помню, нам надо сюда. Включеная камера позволяет приближать и удалять изображение. Ага. Помните, мы стоим сюда. Пробел мы прыгаем. Пробел мы залазим. Хорошо. Еще немножечко я отсюда попрошел, поэтому это я помню. Так. Вот у нас есть проблема со светом. Для активации ночного видения. Окей. Тут у нас никаких батареек нету. Да. Обстановка жутковатая. Признаюсь вам честно. Но ничего не поделать. Немножко испугался, но слишком ленивый, чтобы отпрыгнуть. Поэтому, чтобы потиснуться, двигайтесь в направлении щели. Уходим, проверяем, ищем батарейка. Есть. Есть одна батареечка. Батарейки, кстати говоря, кто не знает, мы можем видеть в правом верхнем углу. Вот у нас 3 из 10. Тут мы все заснимем для репортажа, чтобы были красивые кадры. Надо как-то главненько сделать переходиков. Отлично. Есть у нас папочка. Собраны документы. Психиатрические исследования мерка в проект Валеридер. Валеридер. Угу. Кажется, надо больше читать. Лечебница Маунт-Месси в 90-м. Состояние пациента утверждает, что состояние самонаправленных осознанных сновидений продолжается. Наблюдается беспределительная активность двигателя. Продолжаем четвертую стадию гормональной программы. Симптомы. Спирометрия не обдруживает барнахиальных образований. Выделить эритроциты на гематокрите снова не удалось. Крайне высокая степень беспокойства. Томография показывает аритмию быстрого и медленного сна. Смех в медленной фазе. Кажется, я не прочитал. Искай в материи против лечебницей. Это показывает серьезные проблемы с безопасностью. Хотя Билли утверждает, что источником информации стали кровавые сны доктора Трагера. На заметку, единственный Трагер, работающий на компании, некий Ричард Трагер. Следует допросить весь вспомогательный персонал и службу безопасности, а также усовершенствовать систему видеонаблюдения, включив биометрическое распознавание. Окей. Вот прям на эту половину. Козел. Кто там? Страшно уже. Так, вот где-то далеко отсюда вы я закончу, кстати. Что за звуки? Я так понимаю, нам нужно, конечно же, сюда. Кроме паутины. Кроме паутины. Звуки страшные. Чувак. А что с тобой? Ладно. А тут ничего не было. Это все та же комната. О, охрана. Кажется, она крепко спит в кровавых пятнах. Нажмите в кровавых. Кажется. Кажется. Дурак, что ли? Ты что, блин? Глянь. Где твоя голова? Сейчас опять будет пугать, да? Что он, пигдец? Где Белдаева? Ага. Парал. Может, что-то есть? Какой-нибудь батарея? Ты тоже все-все-все-все-безголовьем, там он какие-то лежали головы. Перевозили. Они убили нас. Они перебили нас. Вычислили варианты. С ними нельзя бороться. Прячьтесь. Кажется. Главное, что можно открыть диспетчерскую службу безопасности. Ах! Ты должен отбежать этого террориста! Я не могу! бумага батарейки заканчиваются а где дверь какая тут не попал можно так делать а где он и нам еще конечно туда надо идти естественно суча суча голова вон там а 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 нет тут ничего нет а 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 Держи! Держи! С podr Божий Бог, ты отправил меня в апостол. Бог, ты мой сын, ты звонишь. Клавиши. Так, цель выберите из лечебницы. Открывайте главную дверь через диспетчерскую службу безопасности. Камера. Камера есть, камеру он убрал, да? Нифигасе, это я отсюда упал на спину. Еще даже выше получается, потому что он меня ж подкидывал. А вообще, как бы хрен. Воу. Дядя, у вас что-то выпало? О, папка. Можно телефон положить? Ордер на арест имущества. Ордер на арест имущества. Письменные показания под присягой данный период. Ага, мы считаем, что он не стоит слишком. Не стоит АМБМ. Короче, в двух словах сюда приехали военные. Хотели забрать имущество, но что-то у них не получилось. Да, мы там, кстати, пробежали перед главным входом. Там на улице стояли еще какая-то военная техника. Которую здесь не видно почему-то. А, вот. Вот видно. Вот военная техника. И, короче, нам надо что еще раз делать? Выберите... Откройте главную дверь через диспетчерскую службу безопасности. Нужно мне найти службу безопасности, чтобы открылись вот эти двери. Окей. Так, ну вот, мы входим в это что-то. Где должно быть службы безопасности? Должна быть, скорее всего, где-то около выхода, да? Теоретически это будет... Правильно. Около батарейка. Подмигивает. Ну вот здесь лежит какой-то охранник. Это не диспетчерская служба безопасности. Еще какой-то непонятный кабинет, без стулья, без всего. Ага. Тут коридор. Тут товар. А там есть какое-то, да, помещение? Да вот где компьютеры стоят, это служба безопасности. Теоретически же нет. Сюда не... А как это? Что здесь за дверь и здесь компьютер стоит? А, ну где-то. Немножко дернулся. Тут еще ребята лежат, да? Окей. Может, что-то здесь хоть есть? Нифига не видно, нифига не слышно. Что же мне такого предпринять? Окей. О. 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 мне нравится двигается двигается я не хочу нет выбора по ходу я сниму все что ты сделаешь собака ты ничего-то безопасными можно парочку кадров у вас шикарно спасибо это для превьюхи которые нормально когда-то все хорошо у вас смотрится твоя нормально план хороший дать вы меня можете все настолько интересно гаражу ты же не будешь видеть ты мне убьешь как с тобой посидеть справа как вы говорите жизнь давайте хорошо просматриваем вот так вот сделаем смотрим с пацанами кино вот так вот отлично блин ну звук конечно стрёмно Давайте поднимем до этого дверка. Стремно. Немножко перед этим. Так. А вот, какая-то карточка мигает. Батарейки никакие тут не мигают. Ой, чувак, у тебя есть две. Собраны предметы. Список предметов, карта доступа к диспетчерской станции. А, конечно, карта доступа нужна. Это очень хорошо, что я сразу нашел карту доступа, только потом уже буду искать непосредственно непосредственно. А что это такое? О, там батарейка уже. А как ее забрать? Как сюда упасть? Как забрать батарейку? Собака. Как упасть? Что за бред? А где надо под столом лезть? Только как я тут не залезу никак. Ага. А тут потолок. Потолок ледяной. Так, хорошо, мы карту есть у нас из этого. Экси, ты у нас сейчас карта сейчас тоже экси. Тоже у меня. У меня. Да ну чувак. Тут и ничем треки есть. Ребят, вам хорошего просмотра. Приходите еще. Очень рады были вас видеть в нашем пунктеатре. Даже могу дверь закрыть. Но он ляпает. Сука, дурак дурной, ты что ли вообще? Покажи мне! Покажи мне! Покажи мне! Ты даже не помочь. Накиняться. Ух... Ух... Немного... Конечно... Момент был такой... С подливочкой. Это они сейчас все на меня так будут кидаться? Или что? это ребятах тут еще нам этот зала 10 тяжело дышит и почему что ничего такого нет да вроде как да что дышишь так тяжко после того труха не вылетела ход есть окей идем дальше искать как карты не какой-то так ночь тут были это коридор вот уже есть конечно security room сомни перейти рун electric room библиотека да 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 короче все там нам туда не надо нужно вы только диспетчерскую и дому включить включить случай по-пу-пу здесь у меня желание так во первых там надо искать батарейки он бы есть это хорошо битнес ты его наверно так зовут ты как витек ты прям в портках здесь какал да рука но это чтоб сразу сел и вытер а тут понял это для любителей почему ты сашку дышишь так дядя это очень не нравится тут у нас какие-то документы дышишь по-любому что-то не должно перепасть почему почему а вот батарейка там не захлопнул ползай отсюда там не захлопнул дверь что за перекрестные это security room а куда тебе зашел-то закрываетесь так почему они больше не за это плати зачем нам умирать локер пришьет настолько за то что мы меня лично за то что я читать не умею быстро а все я понял тут есть у нас какая-то папочка а непосредственная экспертиза проекта уважаемые господа полный отчет находится на рассмотрении немедленных действий со сторон корпорации мерков не требуется потенциальная прибыль проекта остается чрезвычайно высокой 4 несчастных случая содержат достаточно противоречивых данных затрудняющих любое судебное разбирательство а в случае должного обращения со свидетельствами делающего его невозможным проект достаётся рискованным начинанием и может повлечь дальнейшие потери как и в других случаях интерес к пациентам со стороны родственников и правительства настолько незначителен что вероятность любого судебного преследования представляется исчезающей малой в случае насилия среди пациентов учащаются по мере того как морфогенитическая собака к стадии производства рабочих моделей но сочетание физических и фармакологических способов ограничения активности доказала серьёзную эффективность сохранения управляемости и прибыльности проекта с уважением департамент снижения юридических рисков корпорации ага какая-то тут чернуха творится их уже пытались закрыть но у людей не получается а ящик здесь можно открывать нельзя открывать блин я постоянно по этим по крови хожу и за мной а почему они рисуются а ясно ясно да что блин с камерой ты как санта клаус по трубе не можешь окей тут у нас закрыта там у нас security room а security room у нас есть карта так я бы закрылся можно карты тоже закрыть нет к сожалению день рождения только раз в году тут у нас есть какая-то мышка светится а а понял тут мы можем прятаться добро полетели программировать сейчас херак и открываем на этом темпе другую игру и играем прикольно было бы такой переход во вторую часть игры о о о о теперь запустить генератор в подвале о спрячьтесь в кавчике не пытайтесь драться а что это за а 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 кто где-то тут поросёночек я тебя отыщу сам ты что соседний шкафчик открыл а что это за рундом а ты чё голый а кто это еще шкушка из нас а собака ты чё а что что мне надо сделать вообще без определенных подвале естественно естественно подвале же ну ну естественно божечки божечки где-то укромное местечко можем идет сохраняя и идет сохранение это шикарно что идет сохранение потому что думаю что звуки неприятные и здесь мы не закончим нашу первую часть спасибо большое всем кто посмотрел ставьте классы и и возможно когда-нибудь будет вторая часть